Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня пятая лекция. Подготовка вагонов для перевозки войск и порядок формирования составов воинских поездов. Определение массы и длины воинского поезда. Учебные вопросы. Первый учебный вопрос. Подготовка вагонов для перевозки войск и порядок формирования составов воинских поездов. Второй учебный вопрос. Определение массы и длины воинского поезда. Подготовка и оборудование вагонов для перевозки войск. При подготовке вагонов для воинских перевозок руководствуются наставлениями по перевозкам войск и правилам технической эксплуатации железных дорог в республике. Подготовка вагонов для перевозки личного состава действующих походных кухон и путевого запаса продовольствия, включая технический и коммерческий осмотр вагонов, санитарный осмотр вагонов, очистки, промывку и дезинфекцию от обранных вагонов. Оборудование вагонов предназначено для перевозки людей, действующих в походных кухон и путевого запаса продовольствия, съемным воинским оборудованием. Сформированный поезд по установленной схеме. Контрольный комиссионный осмотр сформированных составов предоставителями, представителями органов железной дороги и военных сообщений. Технический и коммерческий осмотр подвижного состава осуществляется с целым отбором вагонов, годным для включения в составы оперативных и людских военских поездов, и этим обеспечить безопасность движения из-под живности сыра, живых продуктов, взломанных грузов, кислот и ОМ. С челями в дверях, люках, окнах, крыши и других местах, которые свободно пропускают наружный воздух и воду, не имеющих несъемного воинского оборудования. При техническом осмотре вагонов проверяется исправность ходовых частей, ударных, сцепных приборов, автоматических и ручных тормозов, тормозных тяг, колодок, пола, общивки, крышки, плотность, закрытие дверей, прилегание, вставание к битвовым отверстиям несъемного воинского оборудования. Основная цель технического осмотра не допустит постановку в состав поезда неисправных вагонов, этим обеспечить безопасность движения. Технический и коммерческий осмотр вагонов производится бригадерами в составе двух осмотрщиков каждой. Число бригад зависит от количества подлежащих осмотра вагонов и отводимого для осмотра времени. Санитарный осмотр вагонов производится с целью медицинских работников. Станции с целой не допустят постановки в состав воинского поезда, непригодных в санитарном отношении вагонов. Очистка, промывка и дезинфекция отборных отобранных вагонов проводится одновременно в последовательном варианте. Очистка вагонов заключается в удалении находящихся в них мусора метлами, смоченными по 10% раствора хлорной звезды. Мусор должен убираться в ящики на сельке с металлической внутренней обшивкой, сваливаться в установленном месте и сжигаться. Платформы очищаются также от остаток крепежных материалов. Очистка вагонов производится бригадной, состоящей из 4 человек. На очистку одного из четырех основок крытого вагона затрачивается 8 минут в основной платформе 4 минут. Промывка крытых вагонов производится в пустоотистской горячей водой 60-70 градусов. Подаваемый под давлением 2-4 атмосферы из котла, паровоза или специальной установки средний расход воды на один вагон 0,3 м3. Норма времени на промывку четырех основок крытого вагона 12 минут. Бригада промывалщиков 2 человека. Дезинфекция вагонов производится после очистки и промывки дезинфекции. Подвергаются все крытые вагоны, предназначенные для перевозки людей кухонь и продовольствия. Дезинфекция производится бригадной из двух дезинфекторов и одного санитарного инструктора. Наиболее употребительным средством дезинфекции является 2% раствор хлорной известия. Для дезинфекции одного четырех основного крытого вагона требуется 20-25 литров раствора. Норма времени на один вагон 6 минут. Вагон, предназначенный для перевозки личного состава кухонь и продовольствия после дезинфекции, вторично промываются. В зимнее время при низких температурах после дезинфекции и промывка вагона необходимо просушить специальными печами, времянками с выводом. Дима вытяжных труб в люковые отверстия для этого включается в состав бригады и стопники. Оборудование вагонов производится после санитарной обработки бригады в составе 15-17 человек. Норма времени для пригонки и размещения оборудования при оборудовании людского вагона 20 минут, при оборудовании вагона кухни 12 минут, при оборудовании вагона склада 6 минут. Подготовление и оборудование вагонов попадаются на стартировочные пути для формирования поезда и отправки их к месту погрузки воинских эшелонов. При формировании состав для воинского поезда соблюдаются требования, предусмотренные правилами технической эксплуатации и наставлением по перевозкам войск. Схема формирования воинского поезда должна Обеспечить рациональное использование погрузочных устройств, способствовать лучшему обслуживанию личного состава эшелонов, допускать изменения направления движения без переформирования, обеспечить удобство управления эшелоном, отвечать требованиям защиты обороны и охраны. Формирование состава воинских поезда производится на основные задания ЗКУ. В задании указывается порядок расстановки вагонов в каждом составе. Состав для воинских поезда формируется по следующему принципу. Пассажирские и южные вагоны как правильно составляются в средней части поезда, платформы и полувагоны с боевой техникой по обе стороны от них. Такая расстановка вагонов дает возможность более рационально использовать погрузно-выгрузные устройства, а также рассредоточить погрузно-выгрузные работы для лучшего обслуживания перевозных войск в части удовлетворения их бытовых нужд. Вагоны с действующими кухнями и с продовольствием должна располагаться рядом с групповой людской вагоной, чтобы обеспечить возможность изменения пути, следование направления поезда без переформирования по обоим концам состава, размещаясь по одному тормозному вагону, оборудованному стоп-краном к обращенному тормозной площадкой с наружной стороны. Второй очередной вопрос. Определение массы деления воинского поезда. Воинским поездом считается поезд с одним, несколькими эшелонами или воинским транспортами, имеющими в своем составе 10 и более вагонов. Воинским и людским поездом называется поезд, в составе которого 10 и более людских вагонов или 7 и более патриотских вагонов, занятых личным составом. Длина воинского поезда исчисляется в условиях вагонов и равна 14 метров. Для открытых вагонов, занятых под перевозкой людей или действующих в кухон, это принимается 33 тонн для патриотских мягких, 3 тонн, жестких крупных купений в 4 тонн, жестких плоскатных с спаленными местами в 6 тонн, жестких для сидений в 8 тонн. Унифицированная норма массы и длины поезда на направленном перевозке устанавливается графиком движения. Масса и длина одного поезда принимают все следующее. 1,5 тысяч тонн, 40 кухонных вагонов, 3 тысяч тонн, 57 кухонных вагонов. Масса воинского поезда зависит от мощности, локомотива, профиля, плана и технического состояния пути. Сегодняшняя лекция кончится. Спасибо за внимание.